Наступил этот момент. В ближайшие пару-тройку часов мы узнаем третьего представителя этого региона, который отправится на первый мейджор. MDL Ченду Мейджор. Итак, Сигнал Ультра, которых мы не видели еще, они играли в группе B. Сыграют с нашими уже, можно сказать, любимчиками, коллективом Адроид, которые серьезно огрызались и в группе против Фнатик, и сейчас против ТНС в плей-офф. И будет, наверное, им очень обидно, если они, пройдя такой путь, сыграв со всеми топами, не сумеют попасть на мейджор. Но я уверен, что они будут стараться. А пока же. Shadow Demon, Mirana, Kunko и Джиггернаут у Сигнал Ультра. Адроид взяли себе Рубика, Найт Сталкера и Трента. Что касается пиков, здесь пока все очень стандартно для текущей меты. Пару слов про команду Сигнал Ультра. Это коллектив, который занял второе место в группе B. Три ничьи у них была и одна победа. И в плей-офф они проиграли команде Фнатик, причем проиграли достаточно легко. Ну, первая карта там попадались почти 50 минут, на второй за 32 минуты их с антимагом уничтожили. Ну и Фантом Лансер для Адроид. Я не знаю, честно, Сигнал Ультра, но просто по результатам. У Адроид, во-первых, была победа... Было больше побед в группе, вот так скажем. Во-вторых, они играли со всеми топами. И даже сумели карту ТНС отжать. Сигнал Ультра в группе тоже взяли карту ТНС. Так что... Не знаю, мне кажется, Адроид чуть выше должны котироваться. Я сейчас это посмотрю, если найду. И там... И там я не вижу котировок, к сожалению. Там, где я обычно смотрю, их нет. Но... Если хотя бы по киллам смотреть, там именно Адроид идут фаворитами. Я думаю, что и... Что касается их общего успеха, там тоже именно эта команда должна быть фаворитом. Ну а что касается ласт пика, это Дазл, излюбленный для Адроид. Они великолепно с ним обычно играют. Этот Дазл не оставляет шансов на миде вообще никому. Он выигрывал регулярно. Затем команда могла проиграть. Но... Дазл свое брал, как правило, всегда. Мне очень нравится, как он действовал. Здесь он будет стоять против Кунки. Против Кунки матчапов еще не было. Был против Эмбер Спирита. Но в любом случае, этот Дазл, я думаю, что покажет класс. Ласт пик от Сигнал Ультра. Это Лина. Это... Оффлейн Лина, я так понимаю. А, ну либо это оффлейн Кунка и медовая Лина. Сейчас я посмотрю, кто на ком играет. Потому что Сигнал Ультра все-таки незнакомая нам команда. Джамесси сыграет. Или Джамесси, как правильно. На линии. Именно он мидер в команде. Нандо. Более известный игрок сыграет. На Джаггернау Тикэри. Ну и Иван действительно пойдет в сложную линию на Кунке. А может даже Джеймси правильно читается. Потому что зовут его Джеймс. Джеймс Седрик Джон. И... Наверное, это именно от его имени никнейм создан. Поэтому давайте Джеймси его называть. Нандо, Ван, Эрик или Эрис и Гримс. Итак, пики сделаны. Ждем старта карты. И смотрим. Смотрим. Последний матч квалификации на мейджор. Три слота достается Юго-Восточной Азии. Далеко не все регионы могут этим похвастаться. В том же нашем любимом СНГ только две команды попадут на мейджор. Тут снизу экшен и убивают товарища Рубика. Ну такая вообще комбинация. Это шадоу Демон Миран, еще и Лина и Джиггернаут. Вообще как отсюда уйти? Там если бы Кентавр с Тараской стоял, они бы его все равно убили. И 1-0. Сигнал Ультра начинает здорово. Я не знаю. Я почему-то здесь, наверное, буду на стороне Адроид по драфту. Наверное, от незнания того, как играют Сигнал Ультра. Так, а здесь хорошая стрела. Но руна, мы видим, достается Тренту. И вторая достается Фантом Лансера. В общем, команды их снова поделили. Я на стороне Фантом Лансера и Даззла, этого бешеного. Я верю, что Даззл сможет победить. В рамках этой карты здесь стрела снова. Миран-то попадает пока что. Здорово попадает. Снизу тоже боевые такие линии. Здесь Джиггернаут пойдет крутиться. Или не пойдет? Нет, не стал он крутиться. Пытаться продамажить Рубика. Здесь Шеду Демона, например, можно убивать. Здесь Рубика можно убивать при желании. Джиггернаут посложнее будет. Знаете, Сталкера тоже посложнее. Он плотный, даже если попадут хотя, вы знаете, можно. Потому что Салкетчер, потому что Блэйд Фьюри спрятали, покрутились, убили. Вполне реально. Вот сейчас крутиться никто не собирается. Просто две иллюзии Найт Сталкера побегают в центре. Пока Мак на Даззле убил больше крипов. Сейчас получает стан от Лины. Но Джеймси, по идее, должен на Лине неплохо здесь стоять. Гораздо лучше, чем тот Джембер Спирит. Просто потому что у Лины есть свои нюки, которыми она прекрасно крипов забирает. Но пока мы видим нет ничего, кроме стана и пассивки. Мак пошел сражаться. По-моему, если стан получит... Нет, он не получает стан, поэтому будет жить. Лина за счет пассивки, конечно, безумно много урона может наносить. И не попадает Драгонслейвам. Мак был близок к тому, чтобы фаску... ...потратить впустую. А на топе хорошая какая руна для Даззла. Вообще для любого героя Лина тоже бы от такой не отказалась. Но Даззл будет своим ядом нон-стоп закидывать. Мы знаем, как он собирается играть. Это Медалька. Это Мидас. В первую очередь. Но затем как пойдет. Меку он собирает, Грифсы он собирает. Некра не наблюдались пока. Пока Лина. 12 крипов добивает Даззл. 11. Но на равных стоят. Нет ни у кого преимущества. Нанда. Магазин пошел за сапогом. Вот с сапогом Рубика уже можно будет добивать в Блитфьюре. В случае чего. Хоть не стал на этот сталкер использовать. Как-то продамажить Джиггернаута. Третий уровень ждал. Его теперь использовал. Ну понятно. Побольше просто урона нанести. Джиггернаут 7 стиков имеет. Курьер пока не к нему бежит. Поэтому нужно осторожно стоять. У него еще не прокачен вар. Третий только уровень. Четвертый не скоро. И рисковать нельзя. Но пока битый Джиггернаут. Это в первую очередь плюс для Буми. Которого сейчас никто не пойдет убивать. Ну а Буми здесь с крипами разбирается. Очень мало маны остается. И возможно в скором времени он на базу куда-то пойдет. Просто восстановить. Чтобы бесполезным не быть на линии. Маг. В этот раз не сверху руна. Она снизу. Там хоста. Очень хорошая руна. И туда побежал Гримс. Большой минус для Адроид. Курьер. Нет. Курьера точно не взять. Шедунем он никуда больше не пойдет. Получил несколько тычек от Рубика. 1-0 до сих пор. Рейден чуть получше крипов добивает. У ПЛа. Увидим 19. У Дадла 19. Дальше там у всех за 20. Снова на этот сталкер пошел бить Джиггернаута. Но здесь уже стоит Хиленвард. И этот Хиленвард позволит ему без регена как-то обходиться. При том, что стики, если что, заряженные есть. А здесь, ого. Просто накрыло. На Цуми. Ван фраг зарабатывает. А здесь СМЛ пытался ответить. Убийство Мирана не получилось. 2-0. 2-0. И крипам тоже все хорошо у Сигнал Ультра. Смерть ПЛа немного его экономику подкосит. Хотя там не сильно. Там не критично. Вот Кунка разгоняется. Кунка на оффлейне себя хорошо чувствует. На таком оффлейне, когда 2 милишника против него стоит, его некому гонять. Он спокойно получает экспу. Он очень много крипов добивает. В центре какой-то экшен. Спрятали Даззла. Даззла вроде как не убили. Мирана выходила. Шадо Демон выходил. Но здесь был только Рубик и Даззл. И тем не менее они выжили. Сейчас пойдут на святыню. Снизу Найт Сталкер дерется Шаггернаутом. Найт Сталкер. С Ботлом. 5-й левел Джаггер. 4-й Найт Сталкер. По ХП, да, тут есть некое преимущество у Радиант. Но оно небольшое. Вот он 5-й левел здесь. Ночь наступила. И пошел он просто воидами закидывать, руками бить. Приятно под пассивкой это делать. В центре Джеймси. Попадает Станом по Даззлу. Он Даззл этот бешеный. Он до конца пойдет. Он точно пойдет убивать. 6-й левел у него уже. Мирана в свою очередь стрелой попадает снова здорово. И зарабатывает фраг на тренте. Даззл медальку, по идее, должен еще собрать. Он постоянно с ней играл. Пока купил себе просто сапог. Медальки пока точно не будет. Может вообще не будет, не знаю. Ван. Нападает на него трент. Нападает на него ПЛ. Тот торрент пока не использует. Он, если что, есть в любом случае. Корабль скоро будет. 6-й левел вот-вот будет получен. Стрела. Мимо. Снизу какой-то экшен был. Немного напрягли Джиггернаута. Уровень 6. Тоже у меня слэш появился. Вот по экспе уже Дайер выходит вперед. К Даззлу прилетел Брейсер. Нульталисман, Брейсер, Базила. Такие артефакты очень промежуточные. Их много. В совокупности очень симпатичный Даззл получается. Пробить сложно, убить тяжело. Яд 4-й фармит лес, как мы видим. Фейзы есть у Найт Сталкера. И да, здесь Аркан. И потом, понятное дело, Мидас. Пэйла прогнали с линии. Тяжело ему стоять теперь против Кунки. У него слишком много урона с руки. И он за счет Тайт Брингера постоянно может тебя харасить. Что безумно неприятно. И Пэйлу желательно там не находиться. Вот он и ушел. Тренд начинает хилить вышку. Удобно очень. Когда нет героев, которые моментально ее могут запушить. И вот так постоянно за счет Левинармора спокойненько ее выхиливаешь. И она какое-то время еще постоит. Умирает в итоге Мак в центре. Здесь стрела неплохая в бок. А бок замедлил Миран. Миран должен еще раз прыгнуть. Вот он лип, но от Найт Сталкера я слышал, что это не особо спасает. Здесь Шадоу Демон. Найт Сталкер хочет до конца идти. Ему не хватает маны до сих пор. Но он просто руками убивает. И Гримса тоже может убить. Потому что Войт будет через 4 маны. Нет цветыни. Вот он Войт. И бок полетел. Вообще герои очень вкусные для Найт Сталкера. Здесь Шадоу Демон. Лина. Мирана. Убиваю не хочу. Джаггернаута, конечно, не убить. Давайте Найт Сталкер лучше включим. Здесь Найт Сталкер первый. Дальше 3 героя. Радиант. За ними игроки Атроид. Бок Огрклаб себе взял. Очень плотный. Попробует сейчас вышку спушить. Видимо, это может получиться, если прямо сейчас сюда никто не перетянется. Здесь также ПЛ подходит. Поможет команде с Базилой. Дазл в миде. Арканы есть. Дальше мид даз. И Кунка в итоге на первую строчку вырывается. Он снес вместе с командой вышку. В итоге руны команды должны были поделить. Или нет. Джаггернаут одну все-таки схватил. Значит, 3-1. В пользу Радиант. 4-3 общий счет. Перевес небольшой в пользу одной из команд. И по фрагам, и по количеству заработанных денег. Нандо. Покрутился. Отошел. Перчатку несет себе Дазл. Ну, осталось купить себе свиток Мидаса. А дальше много денег он будет зарабатывать. Ворован. Драгон Слейв. Торрент попадает в Ван. Ну, это так. Просто для профилактики. Чтобы мана не простаивала. Фуловая. И он, кстати, Радиант собирается себе покупать. Вот Радиант это крутое решение здесь. И если так все у него пойдет, то купит он его достаточно рано. И пока нет какой-то контры на этот Радиант. Ну да, там будет хил от Дазла постоянный. С очень маленьким кулдауном. Но все равно, согласитесь, не всегда получится. За счет одного хила выживать. Особенно если самого Дазла зафоксят быстро. Грейв единичку прокачан. Часто видел, чтобы на десятом даже левеле не брали. Брали только к одиннадцатому. Когда уже все остальное прокачано на максимум. Плюс талант. Это не всегда хорошо. Потому что, ну, зачастую бывают случаи, когда Грейв жизненно необходим. Себя спасти тиммейта, спасти. И это спасение могло бы на что-то повлиять. Хотя здесь драка, здесь проказ пошел в Мака. Вот там Левинар, Мака сложно зафокусить. А у Ни Слэшем можно. И тут Буми может пострадать. Ему бы своровать не получилось. Своровать. Теперь Буми может просто от Блэйдфьюри погибнуть. Но его спасает Мака. Здесь приходит уже Найт Сталкер и начинает рубить. Но там Лина издалека расстреливает. Пока Дроид Драку проигрывает. Трэнда уже потеряли. Буми там не знает, что своровать. Драгон Слэйвами пытается кидать. Здесь хорошо убили все-таки благодаря Лине товарища Дазла. Размен на Мирану. Размен явно в пользу Рэддиант. Ну еще и Бок подставился. Торрентом попадают. Станом попадают. И тот может просто от этого прокаста погибнуть. Еще и зачем-то Рубик умер. Есть Левинармор. Есть Святыня. Живет. ПЛ присоединяется к команде. Нападает на Кунку. Получает моментально стан. Лина, конечно, огромный урон наносит. Еще и Торрентом подняли. Абсолютные победители здесь, конечно. Сигнал Ультра в этом эпизоде. Джиггернаут просто улетает наверх. Продолжает свой фарм. Смерть Рубика была абсолютно ненужной. Ну да, Зол там уже ничего сделать не мог. Но он просто фармит на Мидас. Надо как можно быстрее его покупать. Чтобы наращивать свою экономику. Надо сказать, что все с ней пока идеально. С Мидасом может, на самом деле, опередить любого героя соперника. Потому что КД на Мидас слишком маленькая. И на третьем левеле ультимейта там получается 45 секунд. 45 секунд это слишком мало. И Мидас там прожимает просто нон-стоп и деньги текут рекой. Аганим будет у Нейт Сталкера. Вот он Мидас куплен. У Лины тем временем есть линза. Максимально как-то на дистанции держаться. Чтобы Нейт Сталкер не вбежал, не убил. Кто-кто. Вот он очень опасен. Снизу как раз на него нападают. И тот не смог улететь. Тут вообще шансов не было. И корабль. Жадоу Демон спрятал. А вот сейчас убегает. Сейчас реально скрылся. И Левен Армор есть. Поживет Нейт Сталкер какое-то время. 15 минута. У нас вообще абсолютное равенство. Здесь 6 коров хорошо держатся. Практически не уступая друг другу. Затем Рубик Мирана. Шадоу Демон Тренд. Ну, совсем минимальное преимущество Радиант. А вот Дайер напротив. Как-то немного... Усправили свое положение. Так, а здесь Буми может целый фраг на Гримсе сделать. Гримс себя прячет бок. Попробует Войт в того дать. Но не получилось. Там Крест. Там Торрент. Нужно отступать. Левен Армор есть. Дефьюжл Блейд будет у Фантом Ланцера. Ну, если придется драться, этот Фантом Ланцер с Блейдом сможет импакт какой-то в драках вносить. Не просто так он будет бегать. Как ходячий фраг. Где-то замедлил, где-то продамажил. Кого-то подрезал. Вообще, как мне кажется, ПЛ против этих героев, ну, не считая, может быть, кунки, как и Найт Сталкер, великолепно абсолютно заходят. Я не знаю. Я склоняюсь к тому, что ПЛ должен здесь выигрывать. Если, конечно, команда в целом вся не посыпется в мидгейме и не начнет сливать и отдавать фраг за фрагом, отдавать вышки там и так далее. Отставляться, как в драке снизу. Нет, если этого всего не будет, то Адроид имеет великолепный шанс на победу. Сигнал ультра же желательно, как мне кажется, почаще драки навязывать. Стараться убивать, стараться спушивать какие-то вышки обязательно. Причем как можно быстрее. Потому что Тифуза уже у ПЛа есть. Теперь скорость фарма его повысится. Он сможет очень быстро купить манта Стайла. Здесь Найт Сталкер побежал. Сайленс на Шаду Демон. На Шаду Демон Сайленс не успевает закончиться. Он не успел, соответственно, себя спрятать. Даззл сейчас с Меккой может делать разницу вообще в файтах. И Ото зафокусить можно только, если из дизейблов не выпустят. Но это ведь еще устроить необходимо. А если не успел, то он кинет Грейв и нажмет все свои кнопки и будет чуть ли не фуловым. Как и полкоманды. Найт Сталкер залетает. Хорошо. Трэнд здесь ловит двоих. Сайленс на всех. Лину пытаются убить первой, потому что она наносит огромную долю урона своей команды. Также убивают Мирану без шансов. И дальше бегут за Кункой. Тот без маны. И Кунка может отсюда не уйти. На самом деле, бей-беги стратегия от Адроид. Их вот этот драфт начинает давать свои плоды. К 18-й минуте. Минус 3. И Шадоу Демон тоже минус. 4 в 0. Блестящая игра абсолютно. И Джекернаут был бы он там, не был бы он там. Какая разница, он бы все равно ничего бы не сделал. Он вообще улетает. Адреха подальше. ПЛ на топе. Теперь фармит. Вышку снесли. Адроид. И уже веду 2000. Ни много, ни мало. Это просто стадия, когда Нейт Сталкер бежит. Он просто бежит. И ничего вы с ним сделать не можете. Он слишком плотный. Он под Ливен Армором. Он потом будет под Грейвом. Он постоянно хилится. И он еще купит БКБ себе. Когда он купит себе БКБ, его не убьет вообще никто. А дальше какие-то нулифайеры. Что-то на ХП дополнительно. Классный, очень классный выбор Нейт Сталкера. Мне безумно нравится здесь. А вот Кунка Сакрит Релик себе уже взял. Значит, Рэддианс не за горами. Две-три минуты буквально он купит. Вон эти Сталкер снова на поиски. Трэнд, соответственно, также на поиски отправился. Пошел искать. Показывает. Вот он Гримс. Вот он Гримс. Давайте убьем Гримса. Нападает на него. Сайленд фраг. Легкий очень фраг. Здесь Джиггернаута ловят также. Ну, он покрутится, безусловно. При этом пытаются улететь. Его физическим уроном пробивают. Избивают телепорт. Трэнд. Еще один минус. Два их убили. И дальше ломают Т2-вышку. А дроид, по-моему, начинает разрывать. Два К. У Нэнти Сталкера. БКБ не за горами. Ну, и отступить. 4 тысячи ведут. При этом ПЛ фармит. Он не умирает, в отличие от того же Джиггернаута. Джиггернаут одна смерть. У ПЛа также одна. Но ПЛ умер в самом начале. А Джиггернаут уже в такой важный момент в ментгейме. Когда такие смерти могут на многое повлиять в итоге. Двадцатая минута пошла. Есть Мека. Грифсы вот-вот. Второй левел ультимейта у Дазла. Мидас откатывается уже быстро. Рубик купит себе блинг вот-вот. Все покупает. Несет. Две руны сумели забрать Радиант. Что уже неплохо. Дабл дэмэдж сверху. Какая-нибудь Мирана может и взять. Его не обязательно ломать никому. Может быть кому-то еще оставят. Нет, Мирана забирает. А снизу снова выход на Джиггернаута. В этот раз он тоже улететь не сумел. И даже он не слэш прожимает. В надежде как-то спастись. И, кстати, спасается. И Мирана с ДД. Стрела великолепная была в Дазла. Вот эта стрела сейчас решила исход этого столкновения. И отыграли немного Радиант. Такие удачные эпизоды им тоже нужны. Джеймси. Вставляется под Пэла. Стрелатель временем мимо. Есть ультимейт от Трента. И Фантом Лансер очень много урона получил. И теперь пытается сам бежать. Там крутится Буми. Джеймси еле живой. Джеймси до сих пор не убили. Он успел весь свой прокаст кроме ультимейта выдать. В общем, несколько раз Кунка там пытается сражаться. Но Пэл слишком сильный. Минус два героя уже у Радиант. И Миран тоже погибает. И дальше можно здесь справиться и с Кунка. Он пытается безусловно бежать. Но у него нет маны. У него нет ничего. А Дазл уже был рядом. Минус четыре. Без декернаута. Сражались. Того не было у Неслэша. Вышки тоже забирать быстро не получается. Но вот это удалось. Левинармор закончился. Хоть что-то. Пятнадцатый левел у Дазла. БКБ дальше планирует брать. Солар Крест. Но вот он сразу медальку себе не взял. Возьмет попозже. С медалькой на Рошана можно сходить. Владмирс бы какой-то на команду еще приобрести. Вообще было бы замечательно. Но Бок сейчас купит БКБ. У ПЛа Яша. Манта Стайл. Будет сейчас деньги есть. Джиггернаут пока только Яша и Молнии. У него чуть поскромнее. Хотя стоп. Ну не чуть поскромнее. У него нетверс такой же. О чем это я. Примерно одинаковый айтем. И здесь осталось просто до Манта Стайла добраться. По стоимости имеется ввиду. Вот он. Он доставил у ПЛа. БКБ будет у Найт Сталкера. И могут навязывать драки дальше. Могут идти сносить вышки сверху. Например, Адроид. Потому что давненько они уже стоят фуловые. Сигнал Ультра. Мне кажется, не совсем понимают, что им делать с Фантом Лансером и Найт Сталкером. В первую очередь. Который берет и летит на вас. БКБ еще он полетит в ближайшее время. Вот он, Блокинг Бар. 16 уровень. Талант на силу, на здоровье. Все на ХП. 2700 уже ХП есть у Болонара. И нападают на Кунку. Кунка под Сайленсом. У него БКБ, как мы видим, отсутствует. Хочется Кунку убить быстрее, потому что у него Рейден. Чтобы он не жег всю команду слишком долго. И Кунку там убьют. Параллельно пытаются зафокусить ПЛ, который под Грейвом спасает Трэнд своим ультимейтам. Не уходит. Все-таки ПЛ размен пока 2 в 1, но Найт Сталкер здесь он не слэш. Кстати, очень неплохой. Байбэк отшелдут демоны. Возможно, Адроид стоит отступить. Или по пути убьют Мирану, например. Да, Мирану убивают. Дальше нужно бежать. Гернаута остановили. Ну, больше людей убили, плюс выбили Байбэк, Адроид. Таблица Нетворсов нам уже начинает намекать на то, что только Джиггернаут держится на равных с соперниками. А там 3 героя прямо дышат друг другу в спину. Здесь Трэнта нашли. 17-й левел у Дазла. Кунки и Блокинг Бар срочно нужны, чтобы его не могли вот так быстро зафокусить. Джиггернауту. Джиггернауту еще нужно очень много, чтобы убивать всех в драке. Но в этот момент проблема в том, что ПЛ тоже фармит. И у него будет Тараска, чтобы его не могли так быстро зафокусить. Чтобы он мог, если что, из драки быстренько выйти, отхилиться и вернуться через несколько секунд. А драки, не сказать, что прям совсем быстро протекают. У нас есть моменты, когда там и по 30, и по 40 секунд файты длятся. Мирана с форстафом. Хочется купить Аганим. Блинк у Рубика. Куплен давно тоже. И... Аганим он также планирует брать. Джеймси. Вроде есть все на выживаемость. Есть Юл, есть Блинк. Позволяет это дело каким-то образом мансовать, нападать. Держать дистанцию. Плюс линза к этому. Плюс травела, который позволяет быстро перемещаться. Плюс толкать линии эффективно. Но при этом Лина, если она вдруг получает какой-то сайленс, и при этом Юл в КД, например, то это сразу до свидания. Адроид наглеит, уже фармит чужой лес и параллельно находит Шаду Демна и убивает его. Он без бейбека. Я напоминаю, там 70 секунд. Для того, чтобы зайти на Рошана, нужен ПЛ. Обязательно ПЛ пока сверху. Ну, вот такие выпады Сигнал Ультра пока не могут контролировать. Мунлайт. Бок пошел дальше. У него тоже Блинк есть. Две внешние вышки осталось у Радион. Туда еще много. И пушить их сложно. Даже если снизу кто-то подходит, там Трент будет вышку хилить, если с первого захода ее не забрали. Или Джеймси. Джеймси поднимает, естественно, очень наивный телепорт. Думал, видимо, что здесь один Найт Сталкер. Ну, а Джеймси просто минус. Бок. Монстр килл 809. Великолепная статистика для Найт Сталкера. Вышка на топ сейчас впадет. И параллельно может упасть Рошана. Все это достанется команде Адроид. Добивают ребята Рошана. Бейл заберет с себя Егис. И зачем-то Шадоу Демон спустился. Был тут Вард. Его было видно. Снова погиб. Только из таверны вышел. Моментально отправляется туда снова. Рубика Форстаф. Потом только будет огоним. На Цоли. Но осталось самую дорогую составляющую купить от Тараски. И будет там 3000 хп. Попробуйте его остановить, как говорится. 9к ведут Адроид. Пока крайне уверенно. Я не знаю, какой герой бы зашел лучше Лины, например, ласт пиком для Сигнал Ультра. И вообще, есть ли такой герой. Но Даззла они увидели раньше. Соответственно, могли как-то подстроиться. Даззл, может быть, линию свою и не уничтожил. Но затем по игре этот Даззл делает в разы больше, чем Лина. Во-первых, у него командный артефакт. Во-вторых, все способности позволяют дольше жить. А убивать не его задачи. Задача убивать у Пэйла. И на Эдсталкера стоит. Даззл им обеспечивает просто комфорт в драке. Очередной Мидас. 45 секунд. 15-400. Пэйл там как-то пытается фармить всю карту, набирает. А Даззл просто использует Мидас и держится с ним на равных. Я удивлен, что Даззла так редко используют в центре сейчас. Ну, по крайней мере, я не наблюдал, чтобы его часто юзали в других регионах. Он очень часто появлялся в Юго-Восточной Азии. По-моему, до этого дня у него было 4 пика, сейчас 6, если я не ошибаюсь. И статистика в случае победы будет 3-3. Но это все Адроид. То есть, только Адроид пикает этого героя в центр. Получается так. Не проиграли вчера Фнатик, 2 с ним. До этого 2 выиграли, сегодня проиграли 1 и... Или это даже 5-е его только появление. Сейчас посмотрим. Нацуми. Потоп уйдет. Начинает ломать здесь Т2 вышку. Крипов нужно подождать, чтобы быстрее это дело пошло. Это сталкер БКБ проюзал. Видимо, его здесь чуть не поймали. Да, 5 даззлов и сейчас 40%. Вот это 6-й. 6-й даззл может стать победным. Тогда винрейт будет 50%. Сулар Крест не за горами. Есть Аегис. Соперника Кунка с БКБ теперь. Сигнал ультра. Нападают через комбинацию на Буми. Оставляется на Ит Сталкер. У него нет БКБ, об этом знают. Но какая разница. Посмотрите, какой он плотный. Здесь Мирана уже страдает. Мирана сейчас могут убить. Пэйл идет просто за Линой. Идет за саппортами. Минус Мирана. Пэйл дальше грызет. Лина уходит на блинке. Ван также уходит. Это как-то с Виженом беда. Ну, в любом случае, выиграли драку Адроид. Они убили. Они никого не потеряли. Не выбили байбэк. Не заработали с этого денег, конечно. Практически. Ну, а могут заработать деньги с последнего внешнего тавора. 14к. 22-12 счет. Джиггернаут с Мьелнером, Монтостайлом. Будет брать себе БКБ. Взял талант на армор. Какой же тренд у них полезный? Ван. Его видно. На него нападают. Того БКБ в кулдауне. Как же больно бьет даже Дазл. Ван! Ван! Вау. Он даже не дождался блокинг-бара. Его настолько быстро убили. И залетает бок уже чуть ли не под Т4. В игре не знают, кого бить. Джиггернаута не хочется. Остальные как-то спрятались. Вмудрились. Но Дроид бьют уже Т3 вышку. Айди заканчивается у Пэйла. Можно быть осторожным. Нандо гонит его иллюзией. Дифижел Блэйд. Монта Стайлом сбрасывает. Ползет дальше. Повесили Войт. Но все равно никто не идет убивать. Пытается здесь Шеду Демон что-то с Пэйлом придумать. Прячет его. Но в этом нет никакого смысла. Ну, вернее, смысл есть. Да, эти иллюзии там того же Буми неплохо так способны пробить. Но все равно этого маловато. Погоня здесь. Тренд погиб. Кунки уже нет. Давно. Разворачиваются Адроид. Маг даже БКБ прожал. Эх, Мидас не заюзал. Был Мидас, но не заюзал. Не на кого. Надо идти в лес Мидас юзать. Только вышку снесли. Бараки пока не получилось. Убок, а тем временем. Нули фаер. Не за горами. К Джиггернауту прилетит БКБ сейчас. Тоже хорошо. Джеймси почти с Аганимом. Бустер осталось себе взять. На самом деле торопиться даже некуда Адроид. У них ПЛ. У них в скором времени будет Рошан. Говорю у них, потому что не верю, что в Сигнал Ультра за это Рошан вообще драться будут. А если будут, то в Салат там драку проиграют. В чистом поле, наверное, невыгодно. А пока, в свою очередь, Адроид ломает святыню. Бок там снизу иллюзии оставил, которые не позволят крипам к вышке подойти. Это сталкер взлетел, полетел, никого не нашел. Нанда. Линку планирует брать. Четыре руны забирают Адроид. Полный контроль рун. Просто плюс две тысячи сейчас срубили. Полный контроль карты. Давление со всех сторон стараются оказывать. И показывают, пойдемте вниз. Там крипов очень много. Там люгернаут только что был замечен. По пути можно святыню сломать. И, соответственно, зайти на хайграунд. Ну, как раз сейчас узнаем, как это Рошан. Минут 15. Боятся сигналу ультра куда-то выйти. Небольшая пауза у нас. Продолжение следует... Затинулась пауза. Затинулась пауза. Маг еще и Хекс собирается себе собрать. Против Хекса там вообще приема нет. 22 тысячи. Ну, это вопрос времени, когда Адроид игру закончат. Как бы я, может быть, не хотел какой-то интриги. Я ее не вижу, если честно. Не понимаю, за счет чего она может быть. Какая-то драка, в которой очень быстро убивают Пээлла плюс Дазла, например. Но там три очень сильных кора, которых надо убить. Если вы убиваете Дазла, вас в этот момент просто вырежут двое других. Если вы убиваете Пээлла, то Нейт Сталкера и Дазла тоже хватит, чтобы большую часть ваших героев поубивать. Апэлла вы в любом случае быстро не убьете. Даже с Лагуной. Там уже бабочка. В плане защиты все очень здорово. Вот вы герои. И Рошан. Дождались Рошана. С Ирсаегисом заберут. С Ирсаегисом именно Пээллу и достаются. Ну и здесь драка начинается. Лагуна, кстати, неплохая. В тренда тренд даже не ультанул. Тренд в итоге выкупается. Хочет вернуться. Пээлл пошел тоже с хайграунда пониже на речку. Хорошо, напали Радиант. Убили одного героя. Выбили байбэк. Но Рошана забрать не помешали. К несчастью. Думаю, с какой стороны Адроид подойти. Нужно чудо. Нужно убить. Ну, хотя бы Дазла. Лучше Дазла и Пээлла. ПКБ. ТП аут. И побежал. И побежал. Адроид до сих пор. Чего-то ждут. Джеймси только Аганим с тех пор купил. 2500 еще есть. Ван только БКБ и Радиант. Уже сильное отставание. Четвертый с конца. Бедняга Кунка. И даже саппорт Рубик его опережает. У него-то тоже Аганим уже. И этот Рубик так много всего способен в драке выдать. Была бы драка, как говорится. У Пээлла еще 6000. Ваша Рэбисол Блейд в планах. Даззл с Хиксом. Немного не хватает до 25 уровня. Надо. Без шансов ему сражаться сейчас с Пээлом. И он не слэшем-то здесь не поработать нормально. Кунка немного урона наносит, чтобы отражать иллюзии. Пэлл начал наконец-то бить бараки. Хекс. Джекер на ауто. Там на Хекс 10 секунд КД. Бок побежал за шадоу-демоном, быстро от него избавился. Тот моментально выкупается. Параллельно также нападают на Кунку. Кунку привязали. Ну вот оно мне слэш. Сколько урона нанес? 3, 5, 7 сотен максимум. Нацуми уже не знает, кого бить. Героев или строения. Побежал дальше Бок. Нацуми тем временем убивает Мирану. Убивают также Кунку. И теперь будут ломать бараки. Что по бейбекам. Есть еще целых 3. Это из плюсов. Двое героев выкидывалось только что. Корабль полетел. Ну, это уже ничего не значит. Минус 4 в исполнении Фантом Лальцера. Он хочет, наверное, Рэмбодж какой-то заработать. Уже не знает, кого бить. Будет убивать Мирану. Рэмбодж не дали сделать. Муми состилил фраг. Я думаю, Нацуми немного обиделся. Но, может быть, сейчас получится исправиться. Да, есть Рэмбодж. Молодец. Спутгейм 1-0 Адроид. На самом деле, карта была... Ее исход был ясен очень давно. Когда Адроид просто вышли вперед. Вот как только они перестали проигрывать по деньгам, там все было ясно. 1-0 Адроид в шаге от Мейджора. Мы уйдем на перерыв. Вернемся через несколько минут, когда команды начнут. А пока пауза. Отдыхаем. Может быть, следующая карта станет последней.